Приветствую вас, дорогие друзья! Гречишникова Татьяна, хозяйство Пензенской области, район и поселок Тамала, 24 июля 2024 год. Хочу вам показать, как выглядят мои молодые персики на данный момент. Сразу скажу, что один, конечно, не пережил, но он и перезимовал плохо, хотя распускался. Но, тем не менее, весенние заморозки его добили. Я его, конечно, покороче обрезала. Это пошла поросль песчаной вишни, потому что персики все привиты на песчаную вишню. Данные молодые деревца привиты были посажены в прошлом году. Они дали достаточно хорошие приросты. До 80 см они наросли, очень энергично росли. Я еще так напугалась. Я говорю, потому что для меня новая культура. Я чего напугалась? В сугроках сильно растущее растение. Как его сдерживать? Очень сильно растет, быстро. Все было прекрасно. На зиму мы их пригибали. И они у нас зимовали под укрытием. Перезимовали шикарно. Все были с цветом, цвели. Но у нас был вообще чумуродный год. И до сих пор фокусы продолжаются. В чем была чумуродность? Очень быстро, резко. Буквально за 4-5 дней сошел снег. Хотя снег был глубокий. Значит, воды было очень много. Резко. Паводки, конечно. Но это у нас здесь равнина. Для нас не страшно. У нас нет рядом каких-то крупных водоемов. Вот. У нас скорее степная зона. Но это всегда чревато тем, что вода не впитывается, а все равно скатывается в пруды и овраги. То есть вода идет не вниз, напитывая почву, а идет вверхом. По наклону в овраге смываются. Целые поля смывали. Тонны земли были смыты. Но это у кого в наклонах. Ладно. Хорошо. Следующим этапом было то, что пришла в апреле сразу жара. Жара была. Именно жара, понимаете. У нас в апреле бывает, до середины апреля снег лежит. Но уж никак не 28-30 градусов, чтобы в апреле было. Это не наша температура. У нас не юг. У нас средняя полоса. И вот пришли к нам такие температуры, которые вообще не наши. И держалось это весь апрель. Ночью 22, 25, 20 градусов. Ночью. У нас в июне-то ночью бывает 13, понимаете, ночью. А днем 28, 29, 30. Все толкнулось в рост. Как сумасшедше. Причем перезимовало все хорошо. Все толкнулось моментально в рост. И полетели расти побеги. Потому что влаги достаточно, температура высоченная. И все начало стремительно вегетировать. Меня этот момент пугало, напрягало. Потому что у нас могут быть возвратные заморозки. Но таких возвратных заморозков, ну, видела я максимально за свою жизнь минус 5. Когда у меня 28, по-моему, мая убила весь виноградник, хотя я укрывала. Это было несколько лет назад. Это было минус 5. И то температура начала опускаться. Минус там был, по-моему, с 12 часов ночи стало минус 1. А в пике утром дошло до минус 5. Там 6 или 7 часов был продолжительный. Ну, виноград, он слабо устойчив. По зеленым побегам, по молодому приросту, он вообще ноль уже его прихватывает. Вот. Но чтобы было минус 10, и чтобы было минус 7, минус 8, минус 10, и до 12 часов минусовой температуры посреди мая, я такого не видела. И вот случилось именно такое. 4-го, значит, мая, когда прирост был уже приблизительно вот такой. 10-15 сантиметров везде распустились уже молодые побеги. Листва сочные, нежные. Уже в 10 вечера был минус. В 12 ночи уже было минус 2. В пике до минус 7 часа 4, 5, минус 7. И до 10 утра еще минус держался. В общем, где-то 10 часов был минус, где-то 12, где-то 14 часов минусовые температуры продержались. Мало того, обычно это в тихую погоду, а еще с ураганным порывистым ветром. Убила все, конечно же. Убила все, конечно же. Даже деревья, даже крапиву, даже люцерну, которую я никогда в жизни не видела, чтобы убивала. Я очень долго держала животных, и крупнорогатый скот, и кос, и всегда у нас была люцерка. И отец у меня фермер был раньше, конечно, сейчас хозяйство закрыл. Всю жизнь был фермером и сажал гектарами на покос траву. И люцерна, она бывает, мы, ну, то есть на подкормку ее косим поздней осенью, она когда отходит, ну, то есть тепло она отходит, ну, вот так. А тут убила, она даже не отошла, я такого не видела. Персики в этом году мы тоже, а так как было жарко, мы поторопились, очень много было посажено саженцев. Было куплено много персиков, абрикосов, слив, шарафук, черешин, груш, фундуков и так далее. Огромное количество, самое большое количество новых растений, саженцев, а все саженцы очень дорогие, было как раз куплено либо поздней осенью, либо ранней весной, и в этом году сажалось. И так как апрель был очень теплый, мы их начали высаживать. Вот я вам покажу два персика, это вот прошлогодняя посадка, она отошла сейчас от морозов, там один только погиб. А это то, что мы весной. Были саженцы очень сильные, очень крепкие, здесь, наверное, плохо видно. Вот так вот они сейчас. Были саженцы очень сильные, очень крепкие, и мы их высадили сразу. А был саженец с плохой корневой системой, без признаков жизни. И мы его забрали в реанимацию в теплицу. Это были очень сильные саженцы. Мы забрали его в реанимацию в теплицу. Здесь уже то, что убитые побеги, они все облетели, их нет. Они распустились, их убило. Вот они тут пытаются выживать. Вот посмотрите, это были очень сильные, очень крепкие саженцы. И они были сразу высажены. А была растюха, там, в общем, почти мертвый весь корень полугнилой. И, значит, он даже не пробуждался, даже не хватало сил толкнуть почки. Я приняла решение сделать короткую обрезку и поставить его, значит, в теплицу, в мешок на реанимацию. То есть, если все попали под мороз, вот эти вот, новенькие, а это не попало, ну, не очень короткая, такая же, собственно, обрезка, по высоте так же, что и эти он обрезан. Вот. Мы его поставили в теплицу. И он мороза не видел. Вот это растение, которое во время мороза стояло в теплице с обогревателем. Зачем я вам все это показываю, говорю? Роста нет сейчас нигде. Ни на крыжовников. Я не поставила ни один куст на размножение. Нету приростов. Я такого не видела. То есть, все приросты вышли у нас преждевременно. Все их убило морозом. Растения выбросили гормоны стресса. И сейчас стоят без приростов. Абрикосы сейчас начали восстанавливаться. Прививки все, конечно же, убило. И я не все прививки сделала. У меня очень много осталось непривитых деревьев. Я не успевала. И слава богу, потому что я бы все равно все убила. Вот. Ну, не сделала прививки, не сделала. Все равно бы убила. А так хоть остались они вот как и есть. Поэтому любые аномальные... А сейчас у нас пустыня Сахара. Вот здесь вот муж еще шлангами поливает. Вот уже сколько снег сошел в марте. Это 30 дней апрель, 30 дней май и 24 дня июнь. У нас не было ни одного дождя. Но что удивительно, вокруг нашей аномалы, буквально в 50 километров, вот есть город Белинский, есть село Волчий враг, где у меня живет родственница, которая вздыхает и говорит, ну, кто бы сомневался, опять дождь, представляете, 40 километров от нас заливает. У нас пустыня Сахара. Стоит жара адовая 30 градусов. И нет ни одного дождя. Если бы, конечно, после этих морозов была бы влага, были бы дожди, растения бы лучше восстановились. А так они сначала их заморозило, они вошли в состояние стресса, потом их зажарило, они вошли в состояние стресса из-за высоких температур и отсутствия достаточного влаги. Поливать, вы скажете, ну, надо поливать. Надо, надо. Но у меня столько горшечной культуры, что единственное, что я успеваю поливать, это горшок. Горшок. У меня задача сохранить саженцы, которые у меня на продажу стоят, а маточники выживают. Поэтому или-или. Столько даже воды взять, всё это полить. А земли очень много, растений очень много. Да мне даже времени не хватит. Если я буду с утра до ночи ходить просто, больше ничего делать не буду, поливать, я сзади не полью все. Вот если мы с мужем начнём с утра до ночи только поливать и больше не будем ни есть, ни спать, ничего там, я не знаю, вообще ничего делать не будем, то мы не осилим полить всё, просто всё, что у нас растёт вдвоём в течение дня. Просто не осилим. Мы и так целый день только что и делаем, что поливаем с утра до ночи. И это основная сейчас работа – это полив, потому что горшок поливаешь, он уже утром-то его полил, а завтра утром он уже сухой, его надо поливать. Вот такая стоит жара, ветра. Это вот я снимаю сейчас 6 утра, тихо. Сейчас, чуть попозже, сейчас поднимется ураганный ветер. Я уже тут думала, думала клубнику, как снимать уже там поролоновую губку, разрезала и запечатала микрофон, чтобы хоть как-то ветровые удары скомпенсировать. Ну, в общем, год интересный, но мы держимся, мы держимся, не унываем. Там, где я посадила, у меня второй участок, там было минус 10, где я высадила сад, у меня была высажена абрикоса, была высажена груша, черешня, яблоко. Я туда ездила уже давно, там все убило, я сажала одна, мне было очень тяжело. Я высадила где-то 2 гектара одного сада. Всю осень я ездила, сажала, и всю весну я ездила, сажала. Вот, почему убивает полностью растения, которые посажены, только посажены? Если нет листового аппарата, они не могут прижиться. Часть орехов, фундуков, новые сорта потеряла, которые также куплены очень-очень дорого, по 2000 засаженец, по 1000. И это новые для меня сорта. Если, допустим, что-то убивает, что у меня уже растет, я могу восстановить, допустим, из своих саженцев. А здесь опять надо доставать, опять надо ждать, опять не факт, что будет тот же самый сорт, ну и так далее, и тому подобное. Но ничего. Мы работаем, мы трудимся, мы стараемся, мы мечтаем, мы стремимся. Ну вот так Бог дает такие испытания. Это не самые трудные в жизни испытания, не самые тяжелые. Это, да, какие-то трудности в жизни. Но жизнь продолжается. Самое главное, все живы и здоровы. Вчера я узнала очень тяжелое известие. У моей близкой подруги внезапно упал и умер муж. Сердечная недостаточность. В одну секунду умер человек. Прекрасный человек, мужчина добрейший. Андрей, царство ему небесное. Вот, поэтому то, что у нас тут бьет морозами, потом жарит, это все ерунда, друзья мои. Это все ерунда. Есть потери, которые действительно нельзя восполнить. А любое погибшее растение можно посадить заново. Все. Я вас всех люблю. Я вас всех целую и обнимаю. Хорошей вам погоды. Как в душе, так и в природе, так и в семье. Я желаю вам счастья, радости, процветания, крепкого здоровья вам и вашим близким. Спасибо. 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 Спасибо.